Осень – время сбора урожая, а это значит, что стихийные рынки с дарами природы традиционно возникают повсеместно и, конечно, вдоль оживлённых автодорог. Наша съёмочная группа проехала по трассе из Твери в сторону Москвы и познакомилась с главными лицами придорожной торговли. Об опасностях, которые могут поджидать как продавцов, так и покупателей, расскажет наш корреспондент Ирина Синягина. Стихийные мини-рынки вдоль автодорог существуют столько же, сколько существуют и сами автодороги. И, кажется, они весьма неплохо себя чувствуют даже в эпоху гипермаркетов и онлайн-торговли. Чем более интенсивное движение по трассе, тем больше на обочинах продавцов и тем активнее идёт торговля. Она здесь основана на доверии между продавцом и покупателем. Здесь всё продаётся не килограммами, а щедро вёдрами и литровыми стаканами. Покупатели здесь не следят за возможным недовесом, как на городских рынках. Весов или даже безмена, как правило, у продавцов нет. Елена охотно рассказывает, что торгуют первую осень в основном яблоками и ягодами. Только клюквы в лесу собрала ни много ни мало – около 100 литров. Продаём ягоды, витамины, всякую вкуснятину – и клюкву, и бруснику, и калину. Сами ходим, собираем. Вот только вчера клюкву собирали. Смотрите, какая ягода шикарная вообще. Посмотрите. Просто бомба. Посмотрите, какие красивые. Покупатель, разумеется, должен знать, что продукты питания, продаваемые вдоль трасс, не проходят никакого контроля качества и безопасности. В группе риска молочные продукты, сало и мясные продукты. И, конечно, домашние закатки. Особенно стоит насторожиться при виде грибов. Мы, как надзорная организация, конечно, не рекомендуем брать грибы на стихийных рынках, не специализированных каких-то участках. Просто где-то на обычных дорогах, где у нас собирают грибочки, значит, и продают. Потому что очень много отравлений. У нас идёт в году около 30 человек каждый раз, россиян, да, которые даже со смертельным исходом идёт именно отравление грибов. Ещё одна опасность, которая поджидает уже и продавцов, и покупателей – близость дороги. Сотрудники ГАИ не раз и не два говорили и писали о том, что стихийная придорожная торговля запрещена. Если поток машин плотный, водители резко замедляют движение, направляют авто к обочине, и это может создать аварийную ситуацию. Кроме того, водители, остановившись на противоположной стороне трассы, перебегают дорогу в неустановленном месте. К тому же некоторые продавцы размещают прилавок очень близко к дороге, чтобы быть более заметными для покупателей. Однако русский человек очень часто надеется на авось. Вот только статистика проверяющих органов свидетельствует о том, что это напрасно.